В мэрии заседала комиссия по городскому хозяйству. Среди решений увеличить материальную помощь семьям за изымаемые аварийные деньги, уменьшить сумму выплат некоторым переселяющимся на материк ветеранам. А деньги, сэкономленные на замене и ремонтах лифтов, пустить на капремонт дома по адресу Кирова-1. Обо всем по порядку. Галина Навродская. Здесь экономить, там добавить. Нынешнее заседание комиссии по городскому хозяйству напоминало урок арифметики. На увеличение обусловлено необходимостью предоставления возмещения 18 семьям, обратившимся с заявлениями и документами за изымаемое у них жилое помещение, признанное аварийным и принадлежащим сносу. В этой связи нам необходимо было добавить из муниципального бюджета 21 миллион 792 тысячи 700 рублей. Зато на 1 миллион предложено уменьшить сумму дополнительных выплат ветеранам, переезжающим на материк по программе переселения. Дополнительные у нас предоставлены меры поддержки в программе в размере 2 миллиона 500 тысяч на пятерых человек. В данной ситуации мы уже понимаем, что двое человек у нас не будут получать социальную выплату. Одни отказали с заявлениями. Одна семья одной семье отказала министерство в предоставлении, потому как у них выявилось жилое помещение на материке. Говорили о капремонтах. Муниципальным управляющим компаниям «Город и жилком сервис» на конкурсах по реконструкции лифтов удалось сэкономить 16 миллионов 200 тысяч рублей. Именно на эту сумму снизится стоимость работ. А сэкономленные деньги пойдут на завершение капремонта первого дома на улице Кирова. У нас была сметная документация, составленная в 2011 году. И когда мы начали выполнять работу, естественно, мы работали с индексом дефлятором. А в программе по четырехстороннему соглашению дефлятор не учитывался. И поэтому на момент завершения работы копились вот эти средства. То есть каждый год на сумму, на определенную увеличивалось. И программой. Там сэкономили? Так случилось чисто, чисто. Ну не совсем. Сэкономили 16,2, а необходимо 16,6. Зато в этом году не экономят на ремонтах дорог. Напротив, даже необходимы дополнительные средства. Например, на 15,5 миллионов рублей предложено увеличить финансирование ремонтных работ трассы Норильск-Толнах. Для восстановления тротуаров нужно плюсом еще 16 миллионов. Причем такое предписание поступило от госавтоинспекции. И это лишь малая часть списка. Со всеми бюджетными правками депутаты согласились. Их должно утвердеть сессия городского парламента. Галина Навроцкая, Алексей Демин. Новости северного города. А на комиссии по законности и местному самоуправлению ключевой темой не в первый раз стали мемориальные доски. И то, кто же должен их обслуживать. Предлагается закрепить функции содержания, реставрации, ремонта памятных знаков, мемориальных досок, включенных в реестр собственности муниципального образования города Норильск, а также благоустройство прилегающей территории к памятникам, являющиеся объектами капитального строительства. В отношении расположенных на территориях район центральный муниципального образования города Норильск, за управлением городского хозяйства администрации города Норильска, район Каиркан за Каирканским территориальным управлением, район Талнак за Талнацким территориальным управлением администрации города Норильска. Речь идет о мемориальных досках, которые были признаны бесхозными судом. В Норильске таких более 30. Сейчас ведется работа по принятию их в собственность города и соответствующему обслуживанию. Простая, казалось бы, тема вызвала довольно бурное обсуждение, ведь часть мемориальных знаков находится в федеральной собственности. Город их по закону обслуживать не может, а собственники не везде следят. Хотя, казалось бы, расход невелик, говорят сами депутаты. Вот институт индустриальный. Там доска, если вся выпачканная, гнутая, и никому дела нет. Ну что, трудно. Какие средства, какой баланс? Лестница. Лестница, какая-нибудь растворитель, и все, сняли, почистили. И таких досок много. Ответственных лиц решили пригласить на следующее заседание комиссии, обсудить с ними эту ситуацию. Кроме того, есть предложение установить еще одну памятную доску к ирканцу Юрию Русанову, милиционеру, который 27 лет назад ценой своей жизни спас двоих мальчишек, тонущих в реке. 22 мая в Норильске пройдут праймарисы «Единой России». Это предварительное голосование, на котором электорату предлагают выбрать людей, которые могут стать депутатами в законодательные органы власти разных уровней. Сегодня для норильчан очень важно проявить, я бы сказал так, исторически консолидированную позицию, потому что наше представительство в Красноярском крае дает возможность профессионалам, людям, которые знают, которые прошли северную школу, знают, как решать вопросы и какие вопросы. В крае достаточно много проблем, которые необходимо решать с помощью как краевого правительства, так и краевого бюджета. И формирование этой команды, с учетом и исполнительной власти Красноярского края, дает возможность нам почувствовать себя уверенным в завтрашнем дне. Пользуясь случаем, я от имени Организационного комитета по выборам Законодательного собрания и Государственную Думу обращаюсь к вам. Придите на избирательные участки, проявите консолидированную позицию. Давайте очередной раз защитим себя с помощью выдвижения эффективных людей, которые смогут представлять нас на уровне края и федерации. Давайте мы этим людям поручим решать самые насущные вопросы, которые сегодня беспокоят каждого из жителей Норильска, ну и в целом вопросы, которые касаются территории. В Норильске проходит музейная неделя, которая завершится музейной ночью. Культурным аперитивом события стал формат «Два вечера в музее» с приглашенными экспертами Анатолием Голубовским и Иваном Гринько. Они историки, археологи, социологи, члены Вольного исторического общества. В названии «Вольное историческое общество» ключевое слово «вольное», потому что независимое. Члены этого общества стараются рассматривать историю, в данной беседе историю искусства, вне политических контекстов, но зато концентрируясь на фактах. В их профессиональном портфолио масса просветительских программ и проектов, один из которых – телевизионный цикл «Тайная история искусства». Он был показан на одном из федеральных каналов. То, что не вошло в эфир, показали в Норильском музее для собравшейся аудитории. Они-то здесь охранялись. Среди них были траденые произведения искусства, награбленные в разных странах Европы, и те, которые были куплены самым обычным образом. Этот фильм и о художественном рынке во времена Великих войн, зачастую с незаконными внерыночными отношениями, и о том, кто и как этим управляет. И все эти сведения – вне школьных учебников, от лица ведущего цикла, которому в такой ипостаси приходилось сочетать умения детектива и искусствоведа. Он посвящен тому, как искусство существует вне стен музея, как оно функционирует, какие интересы и сложнейшие процессы связаны с тем, что мы называем таким простым словом «искусство» и привыкли видеть только в музеях. Как искусство используют в каких-то интересах, которые лежат вне культуры. В работе историков значится и проект «Музейные грехи» с любопытным повествованием о тщеславии властителей, как Сталин, Наполеон, Гитлер не могли устоять перед совлазном собирать всевозможными способами лучшие музейные коллекции всех времен и народов. Моя цель была задать некоторые вопросы, наоборот, не дать ответы, а задать некоторые актуальные вопросы, связанные с музейным делом, с музейной политикой, с историей музейного дела. И чтобы мои коллеги над ними задумались и посмотрели под другим углом на свою работу, на свое дело. Мне кажется, что в День музеев это самое важное. Мне кажется, здесь очень живая ситуация и очень все уже меняется с музеями, с музейными практиками. И то, что мы имеем возможность вот так вот поговорить с людьми, которым их интересуют музеи, это важно, мне кажется, для нас в первую очередь. Мы какое-то время обсуждали с членами Вольного исторического общества, с теми экспертами, которые сюда приехали, обсуждали этот формат. И нам показалось как раз интересно в рамках вот этой недели музеев, потому что она начинается международным днем музеев, заканчивается музей ночью, поднять как раз такой более содержательный разговор о музеях, как общественных институтах, культурных институтах. К новостям компании. Норильский Никель провел ежегодный День стратегии, на котором инвестиционному сообществу представили стратегические результаты 2013-2015 годов и приоритеты на ближайшие три года. Как сообщается в пресс-релизе компании с 2013 года, Норильский Никель построил эффективную бизнес-платформу для разработки первоклассных горнорудных активов Таймыра. Компания внедрила жесткий подход к управлению инвестициями и переориентировалась на развитие первоклассных проектов. А в результате за три года удалось достичь 39-процентного сокращения операционных расходов на единицу никелевой продукции, высвободить 3 миллиарда долларов непроизводительного капитала и оптимизировать обязательные капитальные затраты. Несмотря на сложную ситуацию на сырьевых рынках, Норникель превзошел результаты крупнейших горно-металлургических компаний. ГМК не только демонстрировала самую высокую рентабельность, но и стала единственной крупной горно-бывающей компанией в мире, принесшей своим акционерам совокупный доход. В задачах на следующие три года особое место занимают дальнейшая модернизация, поиск возможностей роста в добыче, решение экологических проблем и обеспечение промышленной безопасности. В 2016 году компания планирует завершить первую стадию экологической программы. Поэтапное закрытие никелевого завода проводится в соответствии с графиком и планируется к завершению в октябре. Итогом будет значительное сокращение выбросов диоксида серы. Также идет подготовка к строительству серного проекта. Его цель – сокращение выбросов диоксида серы в заполярном филиале на 75%. Проектная документация для Надеждинского металлургического завода уже согласована с Ростехнадзором. Представлен и план новой конфигурации медного производства, предусматривающий перевод конвертирования и нодной плавки с медного завода на НМЗ. В развитии горной добычи в течение следующего десятилетия запланировано увеличение объемов на Толнахском месторождении более чем на 5 миллионов тонн в год. Компании удалось определить вектор роста и на южном кластере месторождения Норильск-1. По плану развивается и быстринский проект в Забайкальском крае. Общий объем выполненных работ составил уже 45%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2017 года. Президент компании Владимир Потанин так прокомментировал стратегическую повестку. С момента принятия новой стратегии мы не только добились высокой доходности для наших инвесторов, но также исполнили обязательства перед всеми заинтересованными сторонами, включая наших сотрудников, местные сообщества и правительство России. Мы последовательно выполняем свои обещания в отношении реконфигурации металлургических мощностей. Модернизированная Толнахская обогатительная фабрика введена в эксплуатацию, закрытие никелевого завода идет по плану, а Кольская ГМК превращена в главный рафинировочный центр. Успехи в компании связывают с созданием кадрового резерва, подготовкой молодых руководителей. Руководство компании уверено в устойчивости и рентабельности деятельности ГМК на десятилетия вперед. С вами новости северного города. И мы продолжаем выпуск сериалов о тех, кто должен стоять на страже закона. Найдерский отдел МВД на днях отметил 75-летие. Его история складывалась из судеб многих работавших в отделе людей. Личным делом эта работа стала и для Бориса Ревазова, который поделился своими воспоминаниями о не самых простых 90-х и 2000-х. Историю Норильской милиции, а впоследствии полиции, принято считать от 17 мая 1941 года. Тогда была впервые объявлена штатная расстановка Норильского поселкового отделения НКВД. Задачей было поддержание порядка в молодом поселке, борьба с преступностью и защита жизни и имущества граждан. В 1946 году с разрешения в райме Азовенягина в поселке Норильск были организованы пять постоянных милицейских постов. В 1951 появилось конное патрулирование стрелков охраны и воинской части. Для усиления борьбы с преступностью 11 сентября 1981 года организовано управление внутренних дел исполкома Норильского городского совета народных депутатов. На его базе было создано пять городских отделов милиции и поселковое отделение в Тижногорске. В последующие годы управление внутренних дел активно развивалось. От поселкового милицейского отделения до нынешнего отдела МВД была большая история и длинный путь. Многие из сегодняшних ветеранов значительную часть этого пути прошли лично. Борис Ревазов сейчас живет в Москве, но годы, проведенные на службе в Норильске, для него самые дорогие. По сравнению с той милицией, которая работает, как мы говорили, на материке, норильская милиция на две-три головы выше всегда. Специфика норильской милиции в чуму. Мы работали в тяжелых, и все люди, которые живут в Норильске, они в тяжелейших условиях. И в тяжелейших условиях мы выполняли эти задачи. Нет такой погоды. Посмотрите, работники ГАИ на улице 50 градусов работают, а здесь... На материке уже лето, а у нас еще снег идет. Сложность была не только в климате. Борис Ревазов в Норильске с 70-х годов. Работал в разных службах. Когда в 95-м вернулся из налоговой полиции в УВД, времена были не самые легкие. Угар 90-х породил романтику легкой наживы. Это был период, про который потом со смаком будут снимать сериалы «Бригада» и «Бандитский Петербург». А за 69-й параллелью в это время делали все, чтобы никто не мог назвать бандитским Норильск. Обеспечивали порядок. Норильчане могли в любое время суток... Это никто не отрицал. Даже приезжали с Москвы, с Красноярска, что в любое время суток в Норильске люди гуляют по улицам. Главным бичом 90-х в Норильске стали наркотики. Даже уличные кражи в то время имели наркотический подтекст. Хватало и других проблем, которые надо было решать. Отдел по наркотикам, например. В 2000-м году всего по наркотикам работало 3 человека. Но где-то в 2001-м году мы создали отдел по борьбе с наркотиками. Это 35 человек. У нас была самая лучшая техника. Мы проводили все экспертизы. Отдел по налоговым преступлениям создали. И расширили отдел ГАИ. Еще одна примета 90-х. Цвета камуфляжа с запахом пороха и характерным свистом мин. Эти приметы норильские стражи порядка знают не понаслышке. Ездили в командировки, как тогда говорили, в горячие точки. Наши сотрудники были в Володе-Кавказе, в Дагестане, в Чечне. Ну и в том числе я сам неоднократно выезжал туда. Все задачи, которые стояли перед нами, мы выполняли на высочайшем уровне. Даже сейчас я встречаюсь с пограничниками, с которыми мы там вместе несли службу. И до сих пор с 2000-х годов по сегодняшний день мы с ними поддерживаем самые тесные отношения. Они помнят Норильск. Даже одной из застав, 14-ю, они называют Норильской. Вот он, Борис Ревазов, в те самые годы, в полевой форме. А вот уникальные кадры, сделанные норильскими бойцами. Обратите особое внимание на надпись на постройке. Слово «Норильск» боевики тогда действительно узнали и запомнили. Был отчего. Через некоторое время, когда отгрохочут автоматные очереди, норильчане также будут следить за порядком и помогать строить новую жизнь. Борис Ревазов даже станет советником по созданию Министерства внутренних дел, обновленной российской Чечни. Но где бы какие задачи он не решал главным в своей биографии, считает одно. Я рад, что работал с такими людьми в Норильске. И всегда помню город, который всегда притягивает. К новостям культуры. Спектакли на педагоге были выбраны в качестве лучших в Красноярье. Благодаря победе в региональном конкурсе среди профессиональных театров, теперь они отправятся на театральный Олимп в Сочи. А работы норильских режиссеров леди Магбет Мценского уезда и конек-гробунок в фестивале увидит в октябре. Сережка! Рай-то какой! Рай-то какой! Сочи! Постановка Анны Бабановой «Леди Магбет Мценского уезда» не просто собирает полные залы в Норильске. Скоро наша Магбет окажется на театральном Олимпе. Фестиваль пройдет в Сочи в октябре. В марте постановка уже собрала лучшие отзывы жюри регионального конкурса профессиональных театров. В нем участвовали спектакли Магаданской, Иркутской областей, Якутии и всего Красноярья. Цена победы – грант на участие в театральном Олимпе. Победителя выбирали в каждом регионе. Соперничество Норильской Маяковки и Красноярского театра оперы и балета вызвало самые жаркие споры. Но в Норильске не сомневались – наша постановка окажется лучшей в Красноярье. Леди Магбет, потому что мы считаем, что это достойная работа, это некая сенсация для города, это удача для театра, поэтому мы и заявили. Увидят в Сочи и постановку «Конек-горбунок» Тимура Файрузова. Кстати, для Маяковки оказаться на театральном Олимпе не впервой. В 2012 году на рельчане уже взяли эту вершину. За спектаклем по драматургии Христа Бойчего оркестра «Титаник» – это работа Тимура Файрузова. И мы взяли тогда серебряный диплом Олимпа «Лучший спектакль фестиваля». Юлия Шестак, Алексей Демин. Новости северного города. Днем в городе облачно, временами снег с дождем. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура в городе 0,3.